и так чему приводят мечты обычно читаю изучая литературу эзотерическую особенно трансерфинг реальности который фактически обозначает исполнение или моделирование своей жизни с помощью своих мыслей и образов некоторые люди начинают думать что именно так работает данная система сегодня я вас хочу разочаровать и сказать что данная система она конечно же работает и так но в целом работает по-другому каким образом это работает я хочу вам сказать что есть очень много людей которые пытаются практиковать данные методы и сталкиваются с тем что у них ничего не происходит то есть они начинают говорить скоро у меня будет миллион долларов вернее у меня миллион долларов я богат также они используют техники визуализации представляя будто у них своя квартира будто их бизнес развивается будто вот как у юли булаткины допустим там мужчина появился она начинает о нем думать и так далее как же это все устроено и что же на самом деле кроется в тайне исполнения наших желаний для чего эти желания существуют и как это все взаимосвязано между собой я очень часто произношу во время своих вебинаров и обычно об этом говорю что концепция обязательная тайна и тайна которая работает на сто процентов будьте уверены в этом заключается в том что с нами происходит не то о чем мы думаем а с нами происходит то что мы чувствуем и несколько слов об этом дело в том что чувства могут вызывать у человека удовольствия и чувства могут вызывать у человека удовлетворения как или для чего человеку дали вот такие чувства когда человек допустим удовлетворен то этого с ним происходить жизни уже никогда не будет допустим допустим женщина начинает встречаться с мужчиной после чего мужчина не звонит не пишет ей там ничего не делает допустим там какое-то время в этот момент женщина начинает мечтать то есть первый день она мечтает как она будет за него замуж выходить где они будут жить как он ее будет содержать каким как она будет на него рассчитывать и так далее то есть у нее появляются мечты если бы мыть мечты если мечты кратковременные в виде вспышек то это моделирует то что с ней будет происходить в случае если они кратковременные в случае если они жарки если они яркие но в случае если ее мечты настолько глубокие что она нажива начинает в них проживать в этих мечтах как бы в иллюзию впадает то после этого может произойти удовлетворение и тогда случае если удовлетворение произошло от мечтаний то данная мечта уже никогда не осуществится для высших сил для тех сил которые создают для нас будущее для этих сил очень важно чтобы человек испытал состояние удовлетворения в тот момент когда он чего-либо добьется и сознание человеку дано для того чтобы создавать для него идеи намерений но если человек превращает намерение в удовольствие эти удовольствия раскручивают то удовольствие может перерасти в полное удовлетворение если вы от того что вы мечтаете получаете у давление удовлетворения знайте вы сто процентов этого уже не получите так допустим если женщина мечтает о мужчине и и это приносит удовлетворение как определить приносит удовлетворение или нет но отпускает по-другому это звучит то есть она сегодня мечтает но помечтала и ей уже хорошо помечтала и ей уже хорошо то есть удовлетворение получила случае если на второй день помечтала ей уже хорошо то этот мужчина с ней жить не будет также допустим когда человек начинает создавать бизнес вот у меня был когда-то вернее три недели назад я во время вебинара говорил никогда не начинайте работать с фантазерами почему дело в том что фантазеры они начинают работать так допустим человек говорит себе так я хочу этим заниматься начинает этим заниматься начинает делать какие-то действия а вечером не может успокоиться и начинает продолжать и это я сделаю и это и вот этих людей закажу и вот так и вот такое я придумаю и этикетка будет такая и вот туда отправим такие договоры а потом вот сюда это станет вот таким и так далее смотрите эти все мечты они приводят человека к удовлетворению и перегоранию именно поэтому если вы хотите чтобы у вас что-то произошло как можно меньше об этом мечтайте не совершайте этих ошибок мечтаю сильно мечтая о чем-то долго вы можете удовлетвориться этим и это вашей жизни не произойдет если это произошло то зачем вам вновь это давать человеку в живую если он удовлетворен уже в своем сознании именно поэтому это пункт один никогда не никогда не мечтайте подолгу если делаете бизнес раздражайтесь говорите отгоняю эти мысли не не мечтайте о сладости того что еще не произошло так как это не произойдет вы себя фактически глазите поэтому старайтесь не мечтать если мечтаете то очень коротко резко быстро прекращает а желайте действовать даже немного злитесь чтобы это начало происходить